Прививка рядом с домом. Жительница Тольятти Светлана Кривенцова мобильный пункт вакцинации увидела в своем дворе с балкона и очень обрадовалась. У нее как раз подошло время для второго компонента. В больницу ехать не хотелось, поэтому мобильная услуга пришлась весьма кстати. Отлично, конечно. Там бы мы стояли долго в очередях ехать далеко. Желающих привиться в мобильном комплексе оказалось немало. А чтобы люди не мерзли на улице, им предоставили теплый автобус, в котором они могли заполнить необходимые документы. Удобно, удобно просто. Узнали об этом на просторах интернета и решили приехать. Очень быстро, все вежливые, без суеты, все удовлетворительно. Что же теперь? Такое время нужно делать прививки. Куда сделать? Жить надо. Ну вот так вот лучше приехали, я вот пришла здесь ближе. Александр Трифонов учится в Тольяттинском медицинском колледже, а пока помогает врачам в качестве волонтера. Оформляет с пациентами информированное согласие на прививку и проводит анкетирование. Берем анкетирование пациента, то есть страдает какими-то заболеваниями, в данном случае болеет или нет. После этого заполняем все соответствующие документы и провожаем к медсестре и к врачу на дальнейший осмотр и где ему делают прививку. Сделать прививку от коронавируса может любой желающий старше 18 лет. Вакцинацию проводят как в поликлиниках по месту прописки, так и в мобильных комплексах. А в следующий вторник, 23 ноября, сделать прививку можно будет и в Самарской областной библиотеке. На один день она снова превратится в пункт вакцинации. За 2 и 3 ноября там уже сделали прививку более 1700 человек. Теперь они могут завершить вакцинацию. Ждут там и тех, кто придет за первым компонентом. С собой нужен документ, удостоверяющий личность. Виктория Шаре, События.